И в этом видео я расскажу и покажу, как разблокировать порт Windows 10 и Windows 7, а также как разблокировать ряд портов, с которыми могут быть проблемы, если вы играете в онлайн-игры или совершаете работу через сеть. Помимо общих настроек порта на операционных системах, речь также идет о портах 80, 443, 25565, 7777, 4950, 4955, 20, 27015. Вы можете сталкиваться с трудностями, что на вашем ПК или ноутбуке правила для этих портов не прописаны, и у вас появляется трудность при работе в сети. С помощью этой пошаговой настройки я помогу вам исключить данные трудности. Ну что ж, начнем. Начну я, пожалуй, с Windows 10, и сейчас пошагово разблокируем порт для Брандмаура Windows 10. Слева снизу нажимаете «Пуск», затем «Параметры». В открывшемся окне находите «Обновление» и «Безопасность». Далее слева «Безопасность Windows». Выбираете «Брандмауэр» и «Защита сети». Если у вас активный антивирус и неактивное меню «Дополнительные параметры», тогда отключите антивирус, тогда дополнительные параметры будут активны. Нажимаете. У вас открывается окно дополнительных параметров. Слева выбираете «Правила для входящих подключений». В открывшемся окне справа находите «Выбирайте создать правила». В открывшемся окне вы можете создать правила для программы, а можете для конкретного порта. Нас в данном случае интересует только порт. Поэтому выбирайте для порта, ставьте точку рядом и нажимайте далее. Теперь вам нужно выбрать, для какого протокола создается правило TCP или UDP. Вы можете создать для каждого протокола, но процесс вам нужно будет повторить. Предположим, что сейчас создаем для протокола TCP. Ставим напротив него точку. Ниже вы можете выбрать правило для всех локальных портов, которые используются и не настраивать отдельно. Тогда выбирайте все локальные порты. Если же для какого-то конкретного порта правило нужно, то выбирайте определенные локальные порты. В активном меню впишите номер порта. Предположим, что это порт 25565. Впишите его. И вне зависимости от того, что вы выбрали все локальные порты или определенный порт, нажимайте далее. В открывшемся окне выбираете разрешить подключение и нажимаете далее. Далее вам нужно выбрать, для каких профилей нужно правило. Если вы не уверены, То ставьте галочки напротив всех трех Доменный, частный и публичный Теперь вам нужно задать имя правила и, если необходимо, описание Когда внесли, нажимаете готово Как вы можете видеть, у вас появилось правило для входящих подключений Теперь, если вам нужно еще такое же правило для протокола UDP То повторите это же, только выберите теперь протокол UDP Все остальное оставляйте неизменным Теперь вам нужно создать правило для исходящих подключений В первом окне слева отыщите это меню Нажимаете на него Далее выбираете создать правило и повторите все в точности, как вы делали для входящих правил То есть, для двух протоколов у вас будут два правила для одного порта по входящих и два в исходящих Собственно, эта настройка для Windows 10 подходит под открытие разных портов Теперь, как настроить порт и открыть его, если ваша операционная система Windows 7 Также нажимаете пуск Выбираете панель управления Далее ищите вкладку BrandMauer Windows Далее дополнительные параметры Ну и дальше у вас все повторяется точно так же, как и для Windows 10 Интерфейсы дополнительных параметров BrandMauer Windows для 10 и 7 операционной системы не отличаются Создавайте правило для порта и работайте Эта схема работает, если у вас проблемы с открытием портов 443, 80, 22, 55, 65 Схема настройки такая же для этих портов, как я описал выше Просто задайте в поле определенный порт данный порт Теперь, как настроить порт 7777, который, как правило, используется в сетях предприятия Открывается данный порт через роутер Откройте окно Home Getaway Далее выбираете Advanced Затем NAT Потом Port Mapping И в настройках выберите тип порта Customization Затем выберите необходимый интерфейс подключения и протокол Затем дважды введите данный порт, а именно 7777 и нажимаете Submit Готово Порт настроен и вы можете с ним работать Если вы играете в игру Warframe, у вас могут возникнуть трудности с двумя портами 4950 и 4955 Чтобы проблему устранить, запустите игру Зайдите в настройки и в опции Gameplay в поле сетевые порты UDP Поменяйте порт на 4950 и 4955 Такая опция есть И нажмите подтвердить Готово И эти порты настроены Ну и последний порт с настройкой и открытием которого я вам постараюсь помочь Это порт 27015 Он открывается через настройки роутера Зайдите в настройки вашего роутера Далее выбирайте меню Переадресация Затем Виртуальный сервер Выберите порт, поставив напротив него галочку И нажмите на Включить выбранное Ниже нажмите на Обновить, чтобы изменения вступили в силу Ниже зайдите в меню Порт Триггеринг И также выберите порт 27015 И повторите действия, которые я только что описал Еще ниже зайдите в меню DMZ В меню Состояния выберите Включить А ниже видите IP-адрес узла DMZ Нажмите Сохранить Слева ниже перейдите в меню UPNP И убедитесь, что для протокола TCP и UDP Порт 2705 включен и сверху в поле Текущее состояние, статус тоже включено Если все включено, нажмите Обновить И все Порт 2705 настроен и вы можете с ним работать